Скорая ли помощь? Около двух часов ждать медиков пришлось женщине, которая травмировалась в Ленинском районе. По рассказам очевидцев, Пермячка оступилась на бордюре при переходе дороги и упала. Все произошло на улице Монастырская, вблизи одного из пешеходных переходов. В результате женщина получила перелом ноги. Прохожие стали звонить в скорую, причем обратились с десяток раз. Но машина долгое время не приезжала. Ничто иное, как беспомощность. На номер скорой помощи тем вечером звонил чуть ли не каждый, кто стал очевидцем происшествия. Одним отвечали, вызов зафиксирован, едем. Другим говорили, что ничего не слышали, фиксируем. А кто-то и вовсе имел честь общаться только с автоответчиком. Не дождитесь ответа оператора. Сейчас назад? Сейчас назад? Кто сказали? Сказали, что вызов принял. А потом через минут сорок вызывал у себя мужчина, и мы сказали, что только сейчас вызов зафиксирован. То есть с третьего раза или с четвертого они зафиксировали вызов. Устав от долгого ожидания скорой, неравнодушные стали звонить и в другие операторские службы. Набирали номер МЧС, звонили на единые диспетчерские номера. К месту тем временем прибыли сотрудники ДПС. Я поступила с квартиры. Спустя два часа ожидания скорая все же приехала. Женщину госпитализировали. Что стало причиной опоздания скорой помощи на вызов, загруженность, недостаток бригад или проблемы в диспетчерской службе, мы решили выяснить в Министерстве здравоохранения. Направили запрос. Ждем комментарии. Подобный случай, напомним, в Перми произошел в августе прошлого года. Тогда в микрорайоне Вышка-2 пожилая женщина, упав, получила черепно-мозговую травму. Прохожие также пытались дозвониться до скорой. Карета прибыла примерно через час после вызова. Все это время пенсионерка истекала кровью. Инцидентом тогда заинтересовалась прокуратура. По итогам проверки руководству Пермской станции вынесли представление об устранении нарушений закона. Дмитрий Гаврилов, Телевизионная служба новостей.